Рассмотрим несколько задач, решим их, разберем. Спецификация на вторую часть у вас на экране сейчас. Если мы посмотрим на вторую задачу, ой, на 27-ю задачу, простите, то можно будет увидеть, что за нее дают максимальный балл 3 балла, и относится она к высокому уровню сложности. Критерии оценивания. Все критерии я разбирать не буду, мы посмотрим самый главный критерий, где описывается, за что дают 3 балла, и этот критерий, конечно, в общем, но конкретные задачи он тоже относится, которые я буду решать. Для того, чтобы заработать 3 балла, нужно записать положение, теории, физические законы, закономерности, применение которых необходимы для решения данной задачи. Ну что ж, а вот, собственно, сами задачи. Я подобрал несколько задач под номером 27 из разных источников. Первая задача по счету будет от ФИПИ, 27-я задача. Потом будут две задачи от Демидовой, Арины Юрьевны, и две задачи будут от Лукашевой. Ну что ж, давайте начнем. Итак, задача номер 27, которая нам говорит о том, что у нас в комнате с размерами 4 на 5,3 метра воздух имеет температуру 10 градусов по Цельсию и относительную влажность 30%. В этой комнате включают увлажнитель воздуха с производительностью 0,2 литра в час, чему станет равна относительная влажность воздуха в комнате через полтора часа. Давление насыщенного водного пара при температуре 10 градусов по Цельсию 1,23 кПа. Комнату считать герметичным сосудом. Итак, запишем данные. Итак, запишем данные. Я сразу же запишу объем. Перемножив три измерения, у нас получится 60 кубических метров. Температура воздуха в помещении 10 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 30%. Производительность увлажнителя воздуха. Вот это отдельный вопрос, как бы, касаемый к этой задаче. Производительность у нас, получается, величина, физическая величина, которая родственна с мощностью. Поэтому я, собственно, производительность, я обозначу буквой N и запишу 0,2 литра в час. Вот так. Через полтора часа влажность воздуха поменяется. Мы запишем время Тау. 1,5 часа. Давление насыщенного пара при данной температуре. Я обозначу P нулевое. И оно у нас там 1,23 кП. Найти относительную влажность через полтора часа. Ну, значит, это у нас была первая влажность, а это у нас будет вторая, которую нужно найти, собственно. Вот так. Посмотрим, требуется ли перевод единиц. Переведем градусы Цельсия в Кельвин. Прибавим 273, получится 283 Кельвин. Влажность воздуха мы тоже переведем. Я запишу ее в виде дроби. 0,3. Так. Ну и, собственно, килопаскали. 1,23. На 10 в третьей степени паскальки. Вот мы перевели единички измерения. И теперь можем приступать к решению. Ну, я бы хотел здесь сначала рассмотреть вот эти вещи. То есть непосредственно производительность, время для того, чтобы определить массу воды, которая у нас будет испаряться за... в течение этих полутора часов. Итак. Ну, для того, чтобы все правильно сделать на экзамене, нужно обязательно прописать формулу для данной производительности, которую, конечно же, нам придется самостоятельно выводить. Вывести ее не так сложно. Мы можем посмотреть, что производительность у нас равняется литр делить на час. Литр в час. Соответственно, мы можем записать эту формулу очень легко. Объем делить на время. Время у нас буквой Тау. Вот так вот. То есть за полтора часа будет испаряться вода в некотором объеме, который я обозначу вот так. С индексом В. Вода. Так. Естественно, теперь отсюда мы можем вывести этот самый объем воды. У нас получится производительность умножить на время. Ну, итак, рассчитаем объем воды, которая будет испаряться. Для этого мы производительность 0,2 литра в час умножим на время. 1,5 часа. Часы у нас сократятся и останутся литры. Вот. То есть объем воды у нас получается будет 0,3 литра. Но литры нам не подойдут. Нам нужно работать с системой интернациональной. Мы домножим 0,3 на 10 в минус третьей степени. И получим кубические метры, собственно. После чего мы можем рассчитать и массу. Масса у нас это плотность умножить на объем. Я, конечно же, имею здесь в виду плотность воды, объем воды, который испарился. И мы получим массу испарившейся воды. Итак, плотность воды у нас 1000 или 10 в третий килограмм на метр в кубе. Мы умножаем на получившийся объем 0,3 на 10 в минус третьей степени кубического метра. Где у нас благополучно эти десятки сокращаются. Метры кубические сокращаются и остаются килограммы. Вот. 0,3 килограмма остается у нас. Теперь мы знаем массу воды, которая испарилась, которую испарил вот этот наш увлажнитель воздуха. Ну что ж, мы сейчас всего лишь сделали какие-то подготовительные действия для того, чтобы двигаться дальше. Дальше как мы будем действовать? Ну, посмотрим на то, что нам нужно рассчитать, что нам нужно найти. Это относительная влажность воздуха. Формула для относительной влажности воздуха довольно-таки простая. Нам нужно давление пара, которое находится в воздухе, поделить на давление насыщенного пара. Но раз у нас это уже другое состояние, то я здесь поставлю индексы. То есть, чтобы найти влажность воздуха, у нас после того, как поработал увлажнитель воздуха, нам нужно давление получившегося пара, в общем, во втором случае, поделить на давление насыщенного пара, которое нам тут дают, кстати. Так, ну что ж, я хочу расписать вот это получившееся давление во втором случае вот таким вот образом. То есть давление в начале плюс какое-то добавочное давление от испарившегося воды, получившегося пара дополнительно. Вот так вот. Так как это общий знаменатель, я могу расписать дальше вот таким вот образом. И если посмотреть вот на эту дробь, то мы можем увидеть, что это не что иное, как влажность воздуха, относительная влажность воздуха в первом случае, которое нам, кстати, известно. Вот. Соответственно, я записываю так. Относительная влажность воздуха в первом случае плюс давление пара и леонное давление насыщенного пара. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы найти вот это добавочное давление, которое получилось в результате испарения 300 грамм воды. Как мы будем его искать? Ну, конечно же, мы воспользуемся уравнением Менделеева-Клапиерона для того, чтобы найти это давление. Так. Выведем отсюда давление. У нас получится. Я запишу все вместе. Таким вот образом. Вот. Вот это и будет у нас давление пара, который получился в результате работы увлажнителя. Масса нам известна. Масса нам известна. Мы ее рассчитали до этого предварительно. Универсальная газовая постоянная. Температура нам тоже известна. 283 К. Малярную массу можем либо рассчитать, либо в справочных материалах посмотреть. Ну, собственно, объем, вот этот объем, это объем комнаты, куда попал наш пар. Собственно, можем теперь в нашу готовую формулу, уже почти готовую для влажности воздуха, подставить значение давления и перейти к расчетам. Так, ну вот здесь не буду стирать, буду продолжать. Вот здесь писать, откуда будет возможность. Итак, дробь. Масса воды у нас 0,3 кг. Универсальная газовая постоянная 8,31 джоульна, так, на моль, на моль на кельвин. Не то записал. Так, на моль на кельвин. Так, что там у вас еще? Так, да. А, я давление рассчитываю, да, у нас? Так, температура у нас 200, 283. 200, там, 283 кг. Малярная масса у нас, у воды, это 18 на 10 в минус 3 кг на моль. Так, и объем у нас, сколько там, 60 метров в кубе. Я здесь написал данные для расчета давления, хотя, вообще, конечно, лучше было бы формулу подставить сюда, вот это значение, и потом все вместе подставить. Ну ладно, пусть будет так. Рассчитаем давление. Что у нас получится? Если все это пересчитать, то у нас получается 653,3 паскаль. 653,3 паскаль. Вот. Ну и теперь мы можем считать, собственно, вот эту вот нашу носительную влажность. Так, часть данных я здесь уберу сейчас. и будем считать. Итак, ну открываем третий пункт решения. Влажность воздуха во втором случае у нас получается 0,3. Первая влажность, первая относительно влажность, да? Плюс давление 653,653,3 паскаля будем делить на давление насыщенного пара, которое я здесь обозначил пояс ноликом, но следовало бы его обозначить вот так, конечно. Вот. Ну и, собственно, здесь мы запишем, в принципе, можем записать 1230 паскалей. Если все это пересчитать, то у нас получится вот здесь 0,53. И в сумме это будет 0,83. Переведем это все в проценты. У нас получается ответ 83%. Ну, вот так, собственно, мы получили ответ, таким образом решив эту задачу. Продолжение следует...